доброе утро сегодня суббота и мы как всегда в дороге сегодня мы едем в сторону иерусалима возле маша в обед мере есть очень красивое место которое мы хотим обследовать посмотреть как там что там прогуляться и конечно же полетать строго надеюсь у нас все получится интересно мы получим удовольствие вы вместе с нами и так держим наш путь в сторону маша в обед мэр кстати маша это израильская интерпретация колхоза деревни я не знаю как это лучше сказать но в принципе там живет небольшое количество людей где-то порядка 600 человек занимаются сельским хозяйством но сам маша мы не пойдем потому что он религиозно и как бы не думаю что нас туда пустят потому что сегодня суббота держит шаббат и как бы какие-то действия там производить это нежелательно вот а нам хорошей дороги и скоро мы там 20 минут мы уже там это каких-то 35 километров от решен лицо она все хорошие нам дороги и вам приятного просмотра нашего видео до встречи а Субтитры подогнал «Симон» Пока Марина делает нам кофе, я немножко расскажу о том, что мы сегодня делать будем и куда мы пойдем. Пойдем мы в ту сторону, в те леса. Там очень красивая дорога, очень много всего интересного по пути. Вот, и как бы расстояние, которое мы планируем пройти, где-то порядка 4-3 километров, не больше. Но это того стоит, потому что место идеальное для путешествий, плюс есть где запустить дрон. Здесь я никому не мешаю и никто мне не мешает. То есть оно как бы все очень гармонично. А сейчас пойдем пить кофе и в дорогу. Опять много камней. Все как в лучших наших фильмах. Без камней мы не можем. То там в горах, то здесь в горах. Вот такой лес вокруг нас. В принципе, эта дорожка протоптана. Люди здесь ходят. Велосипедисты тоже любят эту дорогу, потому что здесь экстремальные такие подъемы, спуски. И дорога неровная. Вот, посмотрим, что нас ждет впереди. Марина, Савиталь идут, беседуют. Две красотки. Оп, чуть не убился. Засмотрелся? Да, на красивых девушек. О, Иерусалимская ель. Не надо, Виталь, не ломай. А, Виталь, не ломай. Не надо. Мы соберем потом, наверное, где-нибудь. Так. Осторожно спускаемся. Ну, после кармеля в горах, где мы лазили, здесь, конечно, все очень гладко и ровненько. Но все равно надо быть осторожными, чтобы не улететь. Шли и вдруг увидели шишки. Для Израиля это своего рода такая экзотика, как для людей с Европы пальмы, для нас еле и шишки. Вот. Но здесь лес, на самом деле, очень европейский, такой красивый, интересный. Вот, и он смешан с вот такими вот каменными как бы заборами. И они идут каркасом, как бы каскадом таким вверх, поднимаются. Вот туда, аж в гору. Но туда мы сейчас не пойдем. Мы... Наша цель путешествия немножко другая. Во-первых, протрястись немножко за неделю, чтобы мы мало двигались. Во-вторых, посмотреть новое красивое место. Ван Марии найдутся, Виталь, где-то вдалеке. По таким местам гулять можно бесконечно, потому что, во-первых, запахи. И летом, конечно, нет таких запахов. Все высыхается, трава как бы выгорает. И все выглядит немножко так жалко, что ли. А вот сейчас вот зима, осень, весна. Вернее, не осень, а зима и весна. Они такие у нас более зеленые. Более приятные такие для прогулок. Сейчас, по-моему, у нас велосипедист будет приезжать. Да, мужик экстримал. А, Виталечка, а вот я вам хочу показать настоящего израильского голодного ребенка, который идет и жует хлеб. Это ее завтрак. Покажи, какая хала у нас субботняя. Вот это вот настоящая израильская маленькая субботняя хала. Вот, этот хлеб, который подают в шаббат. И все его очень любят. Он с таким сладковатым оттенком. Вон туда поднимемся. Мы прошли пару километров. Вот такие вот красивые елочки у нас вокруг. Такие деревья. Как Марина сказала, что где-то она по карте видела, что там впереди есть какой-то разрушенный. То ли ангар, то ли я не знаю что. Надеюсь, мы его увидим и поснимаем оттуда. Также я хочу найти место, где можно поднять дрон и показать эти все окрестности, в которых мы гуляем. Вот. Но это чуть позже. Пока мы идем и ищем что-нибудь интересное, для того, чтобы показать вам и самим посмотреть, естественно. Вот такие вот каменные, типа маленькие, пещерки здесь. Вот. Но в них опасно залазить, потому что могут быть змеи. Змей в Израиле очень много. И нарываться на них как-то не очень хочется. Тем более сейчас они голодные. У нас тепло, и они то просыпаются, то засыпают. И немножко злые. Вот. Поэтому как бы надо быть осторожными и не нарываться. Вот. Марина убежала вперед, Савиталь. А я иду себе, спокойненько снимаю для вас контент. И получаю от этого тоже удовольствие. У нас семейный подряд. У нас Марина любит путешествовать. А Виталь любит вкусно покушать мяско на мангале. Ну, все мы любим, но она особенно это любит. Вот. И ради этого она едет с нами, отрывается от своих телефонов, мобильных, тик токов. Вот. И гуляет. За это ее ждет вкусный обед, пикник. А Виталя, отраться тик ток? Не хочешь тик ток? Вот она не хочет тик ток. Потому что я хорошо путешествовать. А еще она ждет мясо. Да, мясо скоро будет. Вот на камнях такие цветочки растут. Вот они. Сейчас я, наверное, их сфотографирую. Я взял с собой 50 миллиметров линзу, потому что давно ее не юзал. И она залежалась. Надо, чтобы она поработала немножко. Ой. Картинка будет очень красивая. С ума сойти. Я вам обязательно покажу, что из этого получилось. А Виталя-то спряталась. А Виталя сегодня не вдруге фотографируется, значит, будем фотографировать их с мамой. Поехали дальше. А это я. Ну, где этот бункер, шмункер, Марин? Они перепутали, по-моему. А, они перепутали. Значит, бункера не будет. А я так надеялся. Это я не помню. Это как у меня в далекую молодость. Когда я только приехал в Израиль, я жил в кибуце, ждут Яков. И у нас подобралась такая хорошая компания там. Все ребята с Украины, с Белоруссии. Даже с Бобруська там были люди. Вот. И мы учили иврит. И в свободное от учебы и работы время мы искали на свою задницу приключения. В один момент приходит один из наших товарищей и говорит. Ребятки, я видел много зайцев в банановых рощах. Мы так долго не думали. Пошли, сделали копья и побежали ловить зайцев. Бегали-бегали по этим банановым рощам. А место это находилось на границе с Иорданией. И в какой-то момент мы подобрались так близко к границе, что подъехала полиция и нас тупо арестовало. Вот. Мы никто иврит, естественно, не знали. Вот. Пытались как-то с ними маломайски объясниться. В итоге они поняли, что российские сумасшедшие, которые приехали в Израиль, и отпустили. Ну, сделали пальчиком, естественно, ну-ну-ну. Не надо ловить зайцев. В кибуце очень много хорошей и вкусной еды. Вот. Вот такая история с нами произошла в самом начале, когда мы приехали в Израиль. А сейчас мы спускаемся вот в такую тропинку. Нет, здесь, Марин, нормально. Нет, идемте сюда. Я хочу отсюда дрона запустить. Посмотри, здесь очень классно. Здесь как раз камушки, ровные площадочки. Отсюда мы можем спокойно запустить дрончика нашего. Место красивое, интересное. А Виталь не хочет спускаться. А Виталь, спускайся потихоньку. Тишина. Очень здорово. Ну что, готовы? А вот кто-то ромашки вчера мечтал. Ромашки. Смотрите, кто-то ромашку вчера мечтал. Да. Мариша. А-а. Сейчас я дрон буду запускать. На, держи. Ты выключил? Нет, не выключил. Куда ты пошла? Веночек летел. Веночек цвету ребенка. Да, мама веночек пошла клести ребенка. Каждый занимается своим делом. Ох, это что? Так, достанем все наши трючим далыш. Да, лыж? Меня половину видно, да? Да, Виталь? Меня половину видно? Ну что, так отойди подальше. Ух, сколько здесь мух. Ух, ужас такой. Эй, налетела какой-то гадостью здесь, парень. Почувствовали его званых гостей. А? Почувствовали его званых гостей. Званых гостей? Ну да, наверное. Так, достанем наш таблет. Оп. Я микрофон... А, нет. А, нет. А, нет. Продолжение следует... 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 И вот сейчас этот шумодав тоже был плохо прикреплен, это как бы не очень хорошо. Надо учитывать это в прогулках и следить за этими вещами. А сейчас попьем кофе, и я начну свою традиционную готовку мяса. Сегодня у нас бонус, у нас очень красивое и вкусное мясо. Вот, ну, это вы увидите чуть позже. А сейчас мы отдыхаем, пьем кофе, делимся впечатлениями. А, хотите, я вам покажу свой рюкзак? Одну секунду. Сейчас. Сегодня он выглядит вот так. В нем мой фотоаппарат, батарейки для дрона, пульт и сам дрон. Обычно там бывает много разных линз, много всего, но сегодня я вот так его укомплектовал. Ну, и покет, которым я снимаю, конечно. Вот, а здесь Авитор в своем красивом веночке. Такая девочка. О, появилась связь, и Авитор сидит в ТикТоке. Так, пойду-ка я в машину. Буду носить наши причиндалы, пока девочки отдыхают. Хорошо, что машина близко, поэтому далеко весь этот курс тащить не надо. Вот такая участь израильского отца семейства. Уп. Все, сам, да сам таскаю. Бедненький. Случайно в Майке нашел пушок. Да. Не, он вот здесь у меня был. Вот он, красавчик. Да. Сейчас закрепим его. И постараемся больше не терять. Вот такой молодец. Сейчас еще немножко отдохнем. И будем жарить мясо. Мариша вот пока тоже отдыхает, играет в свой кэнди-краш. Правильно говорю? Любимая игра израильских домохозяек. Особенно я, великая домохозяйка. Да, она не великая домохозяйка. Она у нас пчелка моя, работает день и ночь. Вот. А в субботу можно и поиграть. Да, Мариша? Да. Да. А сейчас мы начинаем приготовление нашего субботнего. Оп. Мясо. Сегодня это будет свининка. Шейная часть. Кстати, сегодня ровно два года, как я не курю сигареты. Вот с помощью этой штуки я бросил курить. И вот ровно два года мне показал в фейсбук, что я не курю их. Начинал с жидкости с никотином. Сейчас уже без никотина я ее топарю. И как бы в голове мне это заменяет немножко сигареты. И как бы позволяет мне думать о том, что я хочу курить. Так, мангарчик уже нагрелся. Сейчас мы лучком его почистим. И будем готовить, как говорит знаменитый Алекс Брежнев, божественное мясо. Ой, шикарно. Шикарно. Мангар сегодня разгорается хорошо. Мясо вот такое красавица. Люди думают, что мы жарим баранину, которая вокруг сидят. В основном здесь товарищи кошерные. Ну, мы тоже как бы по-своему кошерные. Вот. Такая красота. И очень, думаю, будет вкусным. Вот Марина, пока Савиталь готовят стол сзади. Вот здесь есть люди, которые сидят вокруг. Сейчас я вам покажу. Вот они. А я продолжаю. А здесь Мариша режет салатики. Вот такие вот красивые. Сейчас посолит. А Виталь тоже помогает. Бедная проголодалась. Мясо тоже скоро будет готово. Вот оно такое красивое у нас. Газовый мангал. Это находка. Ни разу не пожалел, что он у нас такой есть. Откуда-то в горы идут люди спускаются. Их немало. Праздник пылимся, гуляют. Очень хорошо, что нет этого карантина. Есть сейчас у нас комендантский час. Ночью с 8 часов вечера до 6 утра. Или до 5 утра. Ну, это как бы ерунда. Плюс большое количество населения привились уже. Поэтому это все выглядит намного проще и легче. Я думаю, что опыт Израиля в этом пригодится всему миру. И все скоро будут дорогаться. Да, больно? Туда. Бета-авон, сказал нам дядечка. Это приятного аппетита переводится. Да, людей набежало, но нам они не мешают. Все думают, что мы жарим кошерное мясо. Собаки защищают территорию. К нам они привыкли. В конце, надеюсь, они подчат от нас косточек вкусных. А тем временем наше мясо подходит к завершающей стадии готовки. Скоро мы будем его есть. Хотя у нас есть еще два раза постолька же приготовить. А сейчас я вам покажу то, что я вам рассказывал в прошлый раз, но не показал до конца. Вот видите питы, как они блестят. Я их напитал соком от мяса. Сейчас мясо, когда будет готово, я их положу на мангал. Они поджарятся, и будут очень сочные, вкусные и поджаренные. В итоге вот питы у нас получаются вот такие. Красивые, поджаристые и очень-очень вкусные. Сейчас мы их будем снимать, вложить последнее мясо, которое у нас осталось. Приготовим его и будем обедать. Выглядит очень аппетитно. Сейчас это двину, чтобы все было видно хорошо. О, вот так вот. Да. Пока я тут готовлю, занимаюсь хозяйством, Мариночка плетет вот такой красивый цветочный венок. Ай, какая красота. Потом оденем его на Виталичку, и она будет звезда. Хотя она и так звезда. Да, Виталичка? Ты любишь в веночке ходить? Да, я еще Виталич сфотографировал с лошадьми. И попозже покажу вам эти фотографии. Вот такой вот веночек получился у Мариночки. Из того, что она делала только что, мы видели. Ох, красота. Красота. Сейчас он его торжественно оденет. А, Виталь, на голову. Давай, Виталю. А, Виталь. Вот так вот А, Виталь выглядит в новом венке. Это сегодня уже второй за день. Да, Витальичка? Иди сюда, покажись. Ай, красота какая. Красота неземная. Ну, вот и все. Мы возвращаемся домой. Наша поездка подошла к концу. Провели замечательное время. Очень интересно поснимал. Полетал с дроном. Сейчас буду это все обрабатывать. Ну, естественно, вам покажу. Также получил несколько потерь. Одну восстановил, вторую не удалось. Когда мы гуляли, у меня вот этот вот шумодав, он залетел почему-то под майку. И я его долго искал, думал, уже все, не найду. И как бы вдруг нащупал. И второе, моя широкая линза, она тоже где-то выпала. Вот, совершенно тоже непонятно как. Но они на очень слабых магнитах. И поэтому очень сложно как бы снимать. И не терять эти вещи. И учтите перед тем, как вы будете снимать, что это может случиться. Ну, вот со мной случилось. Может найду где-то в машине, не знаю. Но пока нет. Вот. Ну, ничего не поделать. Это как бы можно на Алиэкспресс заказать. Где-нибудь найти. Я не думаю, что это велика потеря. Всем хороших выходных. У нас завтра в Израиле начинается рабочая неделя. Потому что у нас как бы воскресенье рабочий день. А пятница, суббота это выходные. Вот. Так что пока. И до новых встреч. Надеюсь, на следующей неделе сниму для вас еще что-нибудь интересное. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok